друзья всем привет с вами виктория добро пожаловать на мой канал сегодня готовлю картофель в духовке зачастую все торопятся и хотят приготовить блюдо как можно быстрее и забывают о самых основных правилах приготовления поэтому в этом видео я вам хочу напомнить как вкусно запечь картофель в духовке клиенты которые нам понадобятся вы видите на своем экране какие я использовала специи я вам перечислю в процессе приготовления также в описании под видео я вам оставлю полное количество ингредиентов сначала картофель нам нужно очистить я это делаю вот таким приспособлением я использую молодой картофель у меня 1 килограмм и первый секрет приготовления который совсем простой но о нем забывают многие нужно правильно нарезать картофель и равномерно сначала разрезаем картофель на пополам каждую половинку разрезаем на две части и каждую половинку опять и разрезаем на две части получается долька почему это важно потому что если у нас все нарезано одинаковыми кусочками то все пропечется одновременно и равномерно и таким образом нарезаем весь картофель нарезанный картофель перекладываем в емкость с холодной водой и отставляем таким образом он у нас промоется и отдаст лишний крахмал и пока подготовим чеснок и лук шалот вместо лука шалот можно использовать обычный лук чеснок нужно разделить на зубцы нам понадобится 6 8 штучек и не очищать и два зубчика очистим и очищаем лук шалот в чесноке которые мы не очистили делаем проколы ножом небольшую часть лука шалот мелко нарезаю а другую часть просто разрежу вот так на 4 части приготовим маринад для маринада смешиваем 6 столовых ложек растительного масла можно использовать оливковое или смесь разных масел добавляем лук шалот одну чайную ложку орегано полторы чайные ложки паприки одну чайную ложку сушеного чеснока и 2-3 зубчика свежего чеснока специи берите по вкусу и мы подбираемся к третьему секрету в маринад не добавляйте соль и позже я вам скажу почему масло со специями хорошо перемешиваем картофель хорошо отпустил крахмал отбрасываем его на дуршлаг и обсушиваем кухонным полотенцем и перекладываем в маринад значит самый главный секрет это не солим картофель он у нас будет запекаться без соли так запекается намного лучше золотистая корочка будет очень аппетитная и все перемешиваем так чтобы все специи хорошо покрыли каждый кусочек картофеля теперь картофель поперчим и еще раз перемешаем подготавливаем формочку формочка подойдет либо жаропрочная для духовки либо противень противень я перестелила пергаментной бумагой и ничем его смазывать не буду и выкладываем картофель на противень и аккуратно распределяем его по всему противенью раскладываем картофель таким образом чтобы каждый кусочек запекался по отдельности таким образом у нас все хорошо полностью пропечется одного противень я достаточно чтобы распределить 1 килограмм картофеля и теперь сверху прокладываем чеснок который мы прокалывали вот так в разных местах чеснок отдаст свой аромат получится очень очень вкусно и лук шалот и несколько веточек тмина отправляем запекаться картофель в ранее разогретую до 200 градусов духовку ориентировочно на 30-40 минут ориентируйтесь по своей духовке запекаем до золотистой корочки друзья картофель у меня запекался 45 минут посмотрите какой красивый золотистой корочкой он у меня получился проверяем его деревянной шпажкой если шпажка входит легко то картофель готов теперь присыпаем картофель солью самом конце когда он уже готов попробуйте так приготовить вам понравится получается очень-очень вкусно всем желаю приятного аппетита не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал пишите мне ваши отзывы и комментарии всего вам доброго и до новых встреч с вами была виктория эта Продолжение следует...